здравствуйте с вами николай пивненко это проект дата сегодня 22 января день рождения воздушной кукурузы или попросту попкорна еще в начале 16 века коренное население мексики тогда использовала попкорн и не только в качестве еды но и в виде украшений для волос и ожерелий а европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году именно в этот день английские колонисты в южной америке приняли в дар от индейского вождя к вады куайна мешок попкорна лишь спустя два века чарли критас изобрел поппер машину для попкорна а теперь родившийся 22 января 1440 год в этот мир приходит иван 3 васильевич великий князь московский при котором была свергнута монголо-татарская ига 1775 год рождается андрея мария ампер известнейший французский ученый который прославился своими открытиями в области физики математики и естествознания был избран членом многих академий наук в том числе парижской и петербургской ампер автор теории который объясняет связь электрических и магнитных явлений он выдвинул гипотезу о происхождении магнетизма и ввел в научный оборот такие термины как электрический ток и электродинамика ученому принадлежит открытие воздействия магнитного поля земли на проводники с током находящиеся в движении в общем это мировое наше все 1788 году родился джордж ноэль гордон байрон 1812 году в печати появились первые песни паломничество чает гарольда лирический герой поэмы юноша который устал от мирских удовольствий и ищет приключений в чужих землях более приземленные читатели поэмы тут же обратили внимание на распутный образ жизни героя что породило немало слухов о самом байроне считалось что поэт описал собственные похождения в защиту друга выступил томас мур который был уверен что небогатый на тот момент байрон просто не мог себе позволить лишних удовольствий за границей 1904 год день рождения аркадия гайдара голикова детского писателя одного из самых молодых командиров гражданской войны в 16 лет он командовал полком участник великой отечественной войны 1908 год год рождения льва ландау физико-теоретика академика лауреата нобелевской премии ученый был невероятно острый на язык и стал известен также своими афоризмами например каждый имеет достаточно сил чтобы достойно прожить жизнь а все разговоры о том какое сейчас трудное время это хитроумный способ оправдать свои бездействия лень и разные унылости работать надо а там глядишь и времена изменятся 1935 год день рождения александра меня священник-теолога он написал шесть томов которые посвящены религиозным поискам до христианского человечества а свою лучшую книгу по мнению критиков сын человеческий отец александр написал о христе был убит 9 сентября 90-го года прошлого века московской области кто заказчик и убийца до конца конкретно неизвестно 1954 году родился леонид ермольник актер и телеведущий также сегодня день рождения у популярнейшей актрисы валентины талызины но теперь о событиях этого дня 1724 год петр первый издает указ об обязательном знании служащими государственных учреждений законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов под страхом штрафов за неисполнение в этот же день 1724 по указу императора в санкт-петербурге основана российская академия наук которая стала высшим научно-исследовательским учреждением россии 1774 публично перед российским сенатом сжигается анонимное письмо с обвинениями во взятках сановников екатерины второй после чего сенат запрещает рассмотрение анонимок 1889 в вашингтоне образуется одна из первых звукозаписывающих фирм за коламбия фотограф компани 1924 год сквере глуховского хлопчатобумажного комбината на гинск московской области происходит открытие первого мире памятника владимир ильичу ленину церемония открытия прерывается сообщением о смерти вождя недалеко от проходной была расчищена площадка на которой соорудили постамент открыть памятник предполагалось сначала перед новым 24 а потом 9 января в годовщину кровавого воскресенья но закончить работу к этим датам просто не успели открытие как раз перенесли на 22 день открытия и пришло известие о кончине ленина 1969 года вооруженный двумя пистолетами и переодетый в милицейскую форму 21-летний военнослужащий виктор лин совершает нападение на правительственный кортеж который выезжает из боровицких ворот кремля спустя три дня в правде опубликовано короткое сообщение о провокационном акте и о выстрелах произведенных по автомашинам которые следовали советские космонавты на самом же деле это была попытка покушение на генерального секретаря леонида брежнева который встречался с космонавтами ну и последнее 22 января в польше отмечают день дедушек с одной стороны во многих странах и даже на континентах масса праздников которые так или иначе связаны с родной день отца и матери 8 марта и 23 февраля даже есть свой день детей с другой стороны иногда этого кажется уже слишком много но может потому что очень часто мы забываем суматохе будничных событий о самых близких о тех кто делает нашу жизнь осмысленной а тех кто дорог нам и по крови и по душевной близости помните в 90 лозунг российского телевидения позвоните родителям а может быть бросить все и заехать они всегда нас ждут пока ждут с вами был николай пивненко в проекте дата